Трем подписчикам и гостям Я Джетли И сегодня у нас снова будет распаковочка Ссылочки на товары из этого видео Я оставлю в описании Не так давно, месяца через два Наверное после заказа, мне пришли Три посылочки Две из них очень жесткие А третья, даже не знаю, там какие-то Два тюбика Давайте посмотрим, что здесь А в этой упаковочке лежат три тюбика Клея для кошачьих ногтей Да, это тот клей, который я заимствовала Для своего клипа И насадочки на коготочки для кошки Я вот точно не помню, как они называются Но они разного размера Две эски и элка Элка у моей серой кошки На задних ножках На передних у нее Размер М И у волки, это та, которая Пестрая и с такими бровями У нее эсочка Их я купила для того, чтобы Наконец-таки сводить кошек к ветеринару И стерилизовать их Потому что они сутками Орут, и это просто Ну, конечно, больше всего меня заинтересовала вот эта посылочка. Там какой-то квадрат, который я вообще, по-моему, не заказывала даже. Посмотрите-ка, что здесь нам пришло. По-моему, это фигня для нанесения макияжа. И с виду, честно говоря, она похожа на силиконовую сиську. Впрочем, знаете, по ощущениям как-то тоже. Я не знаю, насколько она хорошо наносит макияж. И кажется, вот эту плёночку надо снимать. Да или нет? Если кто-нибудь знает, как пользоваться этой штукой, напишите, пожалуйста, в комментарии. Потому что я боюсь, вдруг я сниму плёночку, а её снимать не надо было. И, короче говоря, не знаю, товар испорчу, что ли. Какая она странная. Давайте упакуем это. И когда я получу ответ, как ей пользоваться, тогда ей попользуемся. Посмотрим, что это такое. И третья посылка. Это какая-то коробочка. Ага. Нет. Это не коробочка. Это, по всей видимости, помады. Их, по-моему, я ждала дольше всего. Как открыть их? Это номер 10, 13 и 15. Давайте посмотрим номер 10. Такая помада. Не знаю, блеск. Комаду. Long Lasting Leguic Lipstick. Дайте проверим на руке. Губы сегодня красить не будем. Она такая золотистая. В принципе, наносится довольно мягко. И думаю, если положить несколько слоев, то эффект будет хорошим. Вот такая она по цвету. Давайте смотреть по возрастанию. А это фиолетовая. Той же фирмы. И в такой же упаковочке. Фиолетовая, честно говоря, уже ложится гораздо хуже. Ненасыщенная. И больше похожа на блеск. И какими-то кусочками. Не знаю. Если на губах, наверное, эти кусочки размажутся. Но всё равно как-то... Ну так. По цвету. Вот она. Но, честно говоря, на камере она кажется более насыщенной. Она вообще не насыщена. То есть есть там какой-то то ли минимальный пигмент, то ли просто фиолетоватые блёстки и выделень. Да, как всегда. Это был номер 13. Теперь давайте смотреть 15 номер. Спасибо, алкаши за окном. Окно закрыто, всё равно слышно. О! Посмотрите-ка. Вроде как это чёрная блестящая помада. Что-то мне кажется, что она будет так же наноситься, как и эта фиолетовая. А, нет. Я была не права. Так, это очень тонкое нанесение. И, как видите, она более пигментирована, чем фиолетовое и золотое. Это очень, так скажем, да, тонкое нанесение. Я думаю, что если её в несколько слоёв как золотую положить, то смотреться будет просто потрясно. Ну, это были все посылочки, которые мне пока пришли. Мне кажется, что мне больше ничего не придёт. Я знаю, что я много пропускаю, но у меня есть к вам небольшой вопрос. Я вижу, что у некоторых блогеров, в принципе, популярны видео на тему их рисунков. Так вот, хотели бы вы, чтобы я сняла видео о моих рисунках? А, разумеется, тех, что найду. А то у меня их было так много, что мне кажется, я все не найду. Вот. Ответы, пожалуйста, пишите в комментарии. Также в комментарии вы можете задавать вопросы. В общем, делать, что хотите. Хотя я подумала, давайте всё-таки накрасимся. По крайней мере, я уже начала. Потому что, ну, зачем обозревать помадой, если ты их наносишь только на руку? Кстати, они довольно плохо смываются, но я знаю один верный способ. Даже если у тебя нет тоники для снятия макияжа или лосьона какого-нибудь, можно просто взять газировку, намочить в ней ватку, и она снимет. Потому что в ней есть сода и, по-моему, даже лимонная кислота. Ну, и это всё стирает очень хорошо. Ну, и это всё очень хорошо стирает макияж. Только лучше это использовать всё-таки исключительно на губах. Итак, вот это вот. Это наша нанесённая фиолетовая помада. Блеск. Помада. Я не знаю, что это. И мне, ну, очень не нравится, как она легла. Мне кажется, под неё нужна какая-то база, ну, типа белая помада, которая тоже засохнет, и на неё потом уже это наносить. Потому что, ну, вот то, что сейчас у меня на губах, это... Мягко говоря, не очень. Давайте теперь попробуем её стереть. На губах, кстати, она ощущается больше, как клей, как какая-то... Как очень жёсткая кожа, но это не мудрено. В ней ведь столько блёсток, которые прям так стягивают, и всё, и пипец. Из плюсов к ней я могу сказать только одно. Она служит очень хорошим скрабом для губ. Теперь давайте попробуем нанести золотую помаду. Кстати, фиолетовую я наносила в пять слоёв. То есть наносишь слой, даёшь ему высохнуть, наносишь ещё один слой, и повторяешь это до тех пор, пока не достигнешь нужного результата. Проблема в том, что если ты не дождёшься высыхания слоя, то губы просто слипнутся, и оно начнёт такими комками ложиться, что жесть. Просто от нас. Смотрите, что произошло. Она вышла. Так, оп, и всё. Из неё выскочил дозатор. Знаете, золотая помада ложится лучше, если у неё вынуть дозатор. Ты можешь это аккуратненько распределить, и в принципе, ну вот это получится, да. Цвет ложится, кстати, более-менее ровно, что не может не радовать. И у меня такое подозрение, что она засохнет абсолютно так же, как фиолетовая, ну, как большинство подобных помад. И давайте, пока она не засохла, её побыстрее сотрём. Но, в принципе, как она лежит на губах, мне нравится. Знаете, этот пигмент мне больше напоминает какую-то золотую гелевую ручку из детства, которую мы рисовали в татуировке, и которая ещё вкусно пахла, и была вкусна. И теперь давайте попробуем вот эту вот чёрную помаду. Может быть, она лучше... Может быть, она лучше... Может быть, она ляжет гораздо лучше, чем фиолетовая, а может быть, даже лучше, чем золотая. Надо отметить, что легла эта помада достаточно хорошо, но она больше не чёрного, а что-то приближённого к асфальту по цвету. И если сравнить с фиолетовой, мы можем заметить, что пигментация у неё гораздо лучше, чем у фиолетовой. А у фиолетовой, скорее всего, просто очень большие блёстки. Из-за этого она так плохо ложится. И можем сделать вывод о том, какую помаду стоит покупать, а какую не стоит. И давайте эту тоже сотрём. Но и стирается она не очень хорошо. И держится на губах она весьма хорошо. Что странно, вот я тру, и она фактически не истирается. И, видимо, мне придётся идти и смывать её. Смывать. Смыл. И всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока!